шалом дорогие друзья на этой неделе мы с вами изучаем недельную главу балак где тора нам сообщает что был такой человек которого звали белам этот белам был величайшим пророком его уровень пророчества совпадал с уровнем пророчества пророка муше величайший пророк который мог общаться с богом на ты в любое время почти который он захотел и который знал будущее и знал все секреты мироздания несмотря на все это этот белам был великим грешником который обучал своих учеников что нужно грабить убивать заниматься развратом уникальная ситуация человек знает все про этот мир он знает про награду в будущем мире он знает про рай он знает про чистилище он видит все причины следственные связи он знает все про этот мир всю правду что здесь нужно быть с богом и служить только богу несмотря на это он является величайшим грешником обучает всех убиваете и делайте все грехи как можно больше удивительная вещь как часто люди говорят бог вот если ты мне откроешься я буду соблюдать бог пошли мне знак и я начну соблюдать все не так просто даже несмотря на то что человек узнает бога что бог есть и бог ему откроется не факт что мы будем соблюдать а соблюдать мы должны уже сейчас и мы должны сами находить бога ведь есть удивительная иллюстрация белам он все знал про бога он с ним разговаривал когда хотел практически но что он оставался великим грешником знание о том что есть бог не обязательно говорит то что человек будет соблюдать и это должно нас пугать потому что мы то думаем что если бы я знал бы так я бы больше соблюдал нет нет и нет если человек хочет соблюдать он соблюдает если он не хочет он не будет соблюдать даже несмотря на то что он знает всю правду удивительная история случилась в израиле два абсолютно светских солдата патрулировали какую-то там территорию в пустыне они остановились немножко там погулять попить водички и вдруг на одного из них нападает змея огромный питон окружу кружится вокруг его тела и начинает его душить и невозможно уже спастись как бы не брыкался этот солдат ничего нельзя сделать и он уже понимает что он начинает умирать наш светский солдат вспоминает что когда человек возвращает свою душу творцу нужно сказать шма израэль сказать что бог ты царь мироздания я тебе возвращаю душу пожалуйста пускай моя душа будет в раю начинает он громко кричать шма израэль бог всемогущий бог один и вдруг змея уходит от него как только он начал произносить эти святые слова змея как будто бы по команде уже отпускает его шею и уходит себе куда шла и этот солдат спасся конечно когда такому солдату сделали такое большое чудо что он начал читать шма и вдруг змея его отпустила он стал соблюдать он отпустил большую бороду он убедил свою жену соблюдать и они построили огромный кошерный дом и соблюдали много лет но давайте не забывать что там был еще один солдат светский солдат его друг через какое-то время его встречают какие-то люди которые знали про эту ситуацию и говорят ему слушай мы понимаем почему тот парень которого спасли почему он начал соблюдать ему сделали большое чудо но ты же тоже сведе свидетель этого чуда ты же там находился ты же знаешь что бог спас этого парня от змеи в тот момент когда он начал произносить шма почему же ты не соблюдаешь какая разница сказал второй светский солдат не понял ему сделали чудо так конечно он соблюдает мне чудо не делали я не буду соблюдать ему сказали какая разница кому сделали чудо ну ты же видел что змея как по команде ушла, когда он начал читать шма. Так ты тоже должен понять, что есть Бог? Сказал этот парень, ничего не знаю. Бог мне сделает чудо, я буду соблюдать. Мы снова видим, что человек может видеть наяву своими глазами чудеса. И это никак на него не влияет. Мы сами решаем и определяем, будем соблюдать, не будем. Если второй светский солдат решил, что он хочет вести светский образ жизни, то его ничего не убедит даже чудо его другу, которое он видел своими глазами. Это огромный урок, который мы учим из Белама. Никогда нельзя ждать чудес открытых, никогда нельзя ждать знаков, потому что даже когда человек увидит чудо, не факт, что он начнет соблюдать. Нужно соблюдать уже здесь и сейчас и пытаться найти Бога во всем. И это возможно. Спасибо огромное, дорогие друзья. Давайте учить вместе Тору на проекте Вайкра.